Здарова подписота! Вы конечно лайки собрали быстро, не даете мне отдохнуть, но за это спасибо, жду лайков еще. И досмотрите до конца, там будет инфа по поводу денежного конкурса для зрителей моего канала. И там выиграет не удача, а ваша скорость и бдительность. А я бы сейчас хотел посоветовать вам одного скинмейкера, D-Cite. Вот его паблик, зайдите, полистайте, по-любому кое-что найдете для себя. Я лично нашел, плюс он поделился со мной кое-чем приватным. Все увидите на моих следующих видео. Я заранее извиняюсь за качество в этом видео. Ютуб не дал скачать видео со стрима, пришлось снимать с экрана. В общем, качество утеряно. Но да ладно, это не главное, главное сама суть. Для многих не секрет, что мой персонаж получил ЦК. В этом видео я хотел рассказать, что и как случилось. У нас возник конфликт с нацистами. Не знаю, как вообще это вышло. Они закусились с кем-то из местных жителей. И наш район постоянно обстреливали. Можно долго обсуждать эти обстрелы нашего района, которые происходят по несколько раз на день. Хер пойми от кого. Скорее фановых игроков. Но конкретно с нациками мы решили обыграть все IC. Лично мне невыгодно воевать с кем-то сейчас. У нас не было оружия. Нужно было время наладить игру на проектах Севиля. Ну и вот, собственно, как прошла наша первая встреча. Хочу донести информацию тем, кто с нами играет. Мемберы могут давать вам советы в ПМ, когда видят косяки в вашей игре. Учитывайте эти советы и справляйтесь. Если вы не обучаемый и портите своей игрой атмосферу другим, то вас ПК шнут, и вы не сможете дальше продолжать игру с нами этим аккаунтом. И вообще, хочу сказать тем, кто жалуется на игру на Севиле. Я сейчас увидел на улице около 40 человек в дневное время. Многие из них плохие игроки. И все не так просто, как хотелось бы. Поэтому имейте терпение. И ваши проезды мимо по местным жителям, они никак не помогут людям научиться нормально играть. Позже я встретился с одним из ключевых их лиц. Мы решили, что если на низу происходят конфликты между нашими людьми, то все решается наверху. Никаких взаимных варшрутингов уже не должно быть. Знаете, кто-то может сказать, мол, как так? Негры договариваются с нациками. Как такое вообще возможно? Лично мое мнение, но я думаю во многом оно правильное, сейчас уже нет тех устоев, которые были раньше. Сейчас во всякие нигерские банды может попасть белый. Латинские банды, союзники черным бандам. Есть некий процент, конечно, укоренелых людей, которые чтят традиции и устои старое поколение. Но если есть своя выгода, свои плюсы, доход, то принципы отодвигаются на второе место. Но парни не сдержали свой договор, и на следующий день нашего мембера выловили с района и убили. Бросили обратно труп на улице. Ну, то есть СК. Было много мыслей, как поступить в этой ситуации, но насыки снова приехали на район позже в этот день. А чем все закончилось, вы сейчас сами увидите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом война и закончилась. Мы получили ЦК. Я планирую создать нового персонажа. Кто это будет, я пока не скажу, а поиграю, и вы увидите его уже в следующих видео или стримах. Такая вот небольшая история. А теперь конкурс, друзья. Трое, кто это сделает, получит по 100 рублей. Поэтому влепите лайк, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео и стримы. Заканчивайте смотреть это видео и вперед искать. До новых встреч, друзья!